Салют, гайз! Вас приветствует Экшн! И в этом ролике я подскажу вам, что нужно будет покупать после выхода пасса, чтобы уйти в окуп. Не забывайте оценивать мой труд лайком, комментариями и подпиской, а ещё делитесь этим роликом с друзьями, чтобы они тоже озолотились. А я начинаю. Будем идти постепенно. Сначала разберём скины. МП5 и П90. Рарки красивые, но на них особо не наваришь голды. Что не скажешь про Спас и Эмбо 7. Очень ламповые. Думаю, они будут расти. Особенно Спас, ведь у него розовые патроны. Теперь Юмп, Легендарка и М4 Аркана. Оба этих скина очень красивые, и Юмп больше всего тянет на Аркану, как по мне. Поэтому советую купить Юмпик, и если хватит голды, и М4 тоже. Могу вам гарантировать, что на этих скинах вы точно окупитесь, ведь что на Юмп, что на М4, это первые скины таких редкостей, а значит очень прибыльные. Переходим к наклейкам. Наклейки всегда были и будут самыми прибыльными, ведь их постоянно клеят на скины. Рарки можно спокойно скупать, ведь они быстренько набирают обороты в цене. Впрочем, любые наклейки всегда вырастают, но тут уже вопрос времени. Что насчет брелоков? То в пассе их нам дают только 3 раза за 30 лвлов, а значит они будут не такими уж дешевыми. Брелоки очень медленно растут, но с этими, мне кажется, все будет по-другому. Вот эти брелки, по-моему, будут вначале расти, а после нормализуются в цене. Поэтому стоит реагировать быстро. Теперь речь пойдет за граффити. Думаю, у некоторых моих зрителей выпало из фрипаса аркановское граффити, и это было бы хорошо, если бы это граффити выпадало бы чуть ли не каждым. У трех моих друзей, и в том числе у меня, есть это граффити, и также с фрипасом. И вы меня спросите, а на что я намекаю? А я вам скажу. Дело в том, что чем больше граффити, либо брелоков, либо других скинов выпадает большинству игроков, тем меньше они будут стоить в начале, и тем дольше они будут расти. Тем не менее, для новичков голды с ее продажи будет достаточно, чтобы начать трейдить, поэтому это даже хорошо. Теперь переходим к вам, мажоры. Речь пойдет за ножи. Я, если честно, ножи не считал нормальным способом трейда, но я изменил свое мнение, когда решил купить М9 Кама и малеха подождать. И знаете, я был приятно удивлен, ведь заработал 500 чистых голды. Конечно, я мог подождать еще чуть дольше, но мне нужно было делать розыгрыш для вас, и поэтому я его продал. Так что советую вам купить М9 или Кукри из паса, ведь они выглядят стильно, и плюс к этому сочетаются с Юспом и АКР из магазина рулетки, о которой я вам сейчас же и расскажу. Из нее я вам советую купить Юсп и АКР. Ну, либо наклеечку, либо граффити, оно все будет расти. Вы спросите, а почему? Да потому что рулетку нужно прокрутить немало-таки раз, чтобы что-то купить в магазине, а столько голды адекватные игроки не будут попросту тратить. Это, во-первых. А во-вторых, Юсп и АКР, как я уже и говорил, сочетаются с М9 и Кукри, а значит будут разбираться как горячие пирожочки. Напоследок напомню вам, что стоит купить граффити из Legends коллекции, пока они стоят не так уж и дорого. Если сейчас не ухватитесь за эту возможность, то поверьте мне, после пожалеете. Если точно говорить, то я вам советую купить аркановские граффити, но вы решаете сами. Можете купить хоть и легендарки, хоть и рарки. Я вам просто советую. Ну а если идея с граффити вам не нравится, то могу предложить MP5 Gargon как альтернативу. Это первая аркана на этом оружии, и она будет в будущем очень дорогой. На этой славной ноте я буду заканчивать. Спасибо вам большое, что ставите лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. Я это ценю. Всем желаю успехов и не унывайте.